Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Я очень давно заметил то, что в комментариях под моими роликами вы очень часто спрашиваете о моем донате в эту игру, на что я вам всегда отвечаю то, что я никогда в нее не донатил и не покупал каких-либо спецпредложений, на что вы мне задаете еще один вопрос о том, откуда же все-таки у меня так много кристаллов. Именно об этом я бы хотел с вами поговорить в сегодняшнем ролике. Но перед тем, как мы начнем, я бы вам хотел сказать огромное спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что вы проявляете такую нереальную активность на моем канале, ставите лайки, пишите огромное количество комментариев. Я вот реально смотрю на все это и удивляюсь от того, что столько человек все это делают. Ведь я реально понимаю то, что многим из этих ребят действительно нравятся мои ролики, что меня мотивирует на то, чтобы я снимал все больше и больше. Также, ребят, хотел вам сказать то, что вы реально огромные молодцы, что подписываетесь на мою группу ВКонтакте, в которой уже более 4000 человек, и вы меня там поддерживаете, даже если я проигрываю ставки, даже если у меня что-то не получается. И это действительно очень-очень приятно. Еще, ребята, огромное вам спасибо за то, что вы продолжаете вступать в клан, в котором уже более 1000 человек. Я считаю то, что это вообще огромное количество людей для клана, и просто это очень классное такое достижение. В общем-то, ребята, этим я хотел вам сказать, ну просто действительно огромное спасибо, то, что вы все это делаете. Это очень приятно и очень мотивирует на то, чтобы я снимал для вас новые ролики. Еще раз вам огромное спасибо и приятного просмотра этого ролика. Итак, ребят, начнем, пожалуй, с того, что когда я только начинал играть в Кэтс, У меня, как и у любого обычного новичка, было изначально 100 кристаллов. Я понятия не имел о вот этих вот донатерских ящиках, об этих гигантских суперящиках и тому подобное. Я вообще знать не знал то, что они существуют. Я не знал то, что можно делать ставки, восстанавливать, получается, детали за кристальчики. Я вообще понятия не имел, для чего вообще здесь нужны кристаллы. Я только знал то, что за них можно ускорить ящики. Больше я ничего не знал, на самом деле. Даже не знал то, что когда у тебя денег не хватает, можно это как бы восполнить кристаллами. Я реально всего этого не знал, и в начале игры я понятия не имел, куда можно было тратить эти кристальчики. Но потом, со временем, я начал понимать, куда все это уходит, и, скажу, с самого начала игры я вообще никуда их не тратил, потому что я знал то, что, ну, я вот раньше играл в Clash Royale, и там тоже можно было тратить гемы только, получается, на ускорение ящиков. Я всегда понимал то, что это, ну, пустая трата денег от этих вот кристальчиков, и, как бы, ну, это не нужно делать. То есть изначально я никогда не тратил, ну, кристаллы на то, чтобы открывать сундуки, потому что их и так можно, получается, открыть либо ускорив, либо просто подождать истечения времени. То есть у вас все равно этот ящик в итоге откроется. То есть на них, вот, на это тратить кристаллы, ну, это совсем не выгодно. Только если вы решили устроить себе там какое-то супер-мега-открытие, тогда вы можете потратить это, как бы, ваше решение, в этом ничего такого нет. Дальше хочу сказать, не тратить никогда деньги на то, как, ну, что у вас не хватает золота, и вы можете это восполнить с помощью кристаллов. Это, на самом деле, тоже простая трата кристальчиков, хотя вот для этого есть, конечно же, исключение. Если вы можете пройти чемпионат мгновенно, и вам буквально чуток не хватает денежек для того, чтобы прокачать там машинку, вот буквально немножко, там, чуток атаки, например, вам не хватает на ракетнице, и вам немножко ее нужно прокачать, и не хватает золота. Вы прокачиваете, мгновенно проходите чемпионат, и вам все равно тут, получается, в итоге восполнятся вот эти гемы. Тут и так вам 7 гемов за мгновенный переход дают, потом супер-ящик дают иногда легендарный. То есть вы, ну, скорее всего, восполните эти затраты, которые потратили, ну, буквально чуток там на улучшение, получается, какой-либо вещички. Дальше хотел сказать то, что очень часто из ящиков выпадают различные кристаллы, так что вы их спокойненько открываете, и у вас просто копятся денюжки. Хотел сказать то, что на ставках, на ставках, самое главное, на ставках очень часто вы можете проигрывать вещи, и за это, ну, реально очень много приходится платить кристаллы, чтобы их восстановить. Например, поставили какую-нибудь топовую вещичку, там, если я не ошибаюсь, максимальное количество гемов, которые вы можете потратить при, получается, проигрыше ставки, это 49. У меня такое было, кстати, и мне пришлось восстанавливать, я реально потратил 49 гемов. Потом идет 36, и там все меньше и меньше. Самые начальные вещички, которые у вас вообще без какого-либо процентика, они восстанавливаются за 9 гемов. То есть, если у вас уже вещи с процентами, то чем больше процентов, тем дороже стоит потратить кристальчики, вот, чем дороже стоит их восстановить. Вот, в общем-то, я действительно несколько раз у меня такое бывало, то, что я проигрывал, я восстанавливал свои вещи, но у меня все равно реально очень много гемов. То есть, у меня всегда хватает на то, чтобы восстановить там какие-то вещички. Ну, то есть, я очень сильно удивляюсь тем людям, которые всегда пишут комментарии, типа, откуда у тебя так много гемов, откуда, как бы, ты их вообще берешь и тому подобное. Ты донатишь или нет. Ну, я действительно этому удивляюсь, ребята. Вот я сижу, просто трачу гемы только на то, чтобы восстановить, например, проигрышные вещи, составок. И, блин, у меня их реально много. Я не понимаю, куда их можно тратить. Получается, я, ну, как бы, думаю, то, что эти гемы лучше, конечно, потратить на восстановление вещей и составки, а не открывать, например, вот эти вот донатерские ящики, не ускорять, например, время. Я это все понимаю. Просто я, наверное, уверен, то, что те люди, которые это пишут, они, скорее всего, тратят огромное количество кристаллов на то, чтобы открывать ящики, ну, то есть, скоротить время на то, чтобы, получается, ну, если у них не хватает денежек, то прокачивать тачку. Но они тратят именно все кристаллы на прокачку, а не буквально чуток, чтобы потом можно было, как бы, это все восполнить с помощью перехода на следующий этап. То есть, они реально очень много тратят, ну, этих кристаллов на то, чтобы просто их перевести в золото. Это реально очень неправильно, и у вас, как бы, в этом случае никогда не будет кристаллов на то, чтобы восстановить вещи со ставки. Идем дальше. В общем-то, откуда я вообще, в основном, беру все вот эти кристаллы, откуда они у меня копятся, и как вообще это происходит? Ну, вообще, самый основной заработок, я бы вам хотел сказать, то, что это сундуки. Практически со всех сундуков выпадают, получается, эти кристаллы. Я хочу вам сказать то, что с обычного ящика выпадают не всегда, но все-таки, ну, частенько они выпадают. Но хочу сказать то, что все-таки не всегда могут и не упасть вообще. Но золото выпадает всегда, как бы, это, на самом деле, очень круто. Идем дальше. Еще очень-очень сильно можно заработать кристальчики с помощью, получается, лик. Вы тут за переход получаете аж 15 кристаллов. Но это, в основном, в золотой лиге. Но, по-моему, если вы будете переходить, например, из самой первой деревянной в каменную, или как она там называется, честно не помню, то вам тоже, по-моему, 15 кристальчиков дают и сундук. Но здесь я вот в золотой лиге сейчас нахожусь, и за самое первое место мне дают, получается, 15 кристаллов и легендарный сундук. Но до этого вам, как бы, тоже давали легендарный сундук и переход, если вы, конечно, входите в первые 7 мест. Ну, я могу, конечно, ошибаться, и, например, за переход вам могут давать по 7, например, кристальчиков. Но это тоже не особо важно, когда в золотую лигу в итоге перейдете, вам все равно будут давать по 15 кристаллов и легендарный сундук за первые 2 места. И 7 кристаллов за, получается, с третьего по седьмое место и легендарный сундук. Но дальше вы там сами разберетесь, там уж как бы все написано, награда. Ну, то есть за это тоже можно реально огромное количество все-таки гемчиков получать. Так, идем дальше. В общем-то, еще можно получать гемы с помощью переходов вот этих вот же этапов в чемпионате. На самом деле тоже достаточно много гемов здесь дают, и тоже можно неплохо так на этом заработать. Еще, по-моему, я вам что-то хотел сказать. А, вспомнил. Когда вы переходите на, получается, самый последний этап, вы не можете перейти дальше, но, получается, по истечению вот этого времени за первое место по седьмое, кажется, в лиге, ну, не в лиге, а в чемпионате, в этапе, вам, получается, дают аж 30, по-моему, кристаллов. То есть, если вы хотите реально пофармить кристаллов, то лучше всего остаться на последнем этапе и не переходить в престиж. Там вы реально очень много сможете заработать этих кристальчиков, и тогда у вас их будет, ну, достаточно много. Ну, и самый простой способ, как можно легко заработать кристаллы, это же, конечно, купить донат. В общем-то, больше легче этого способа я, на самом деле, в игре не вижу. Просто, как бы, ну, отдал свои деньги и получил кристальчики, в общем-то. Но это способ уж для самых ленивых, кому, как бы, всегда их не хватает и кто хочет пройти игру с донатом. Но сам я лично не донатил, и на данный момент у меня аж, ну, практически, можно сказать, полторы тысячи кристаллов, если уж прям так сильно округлить, грубо говоря. За все время игры я, получается, заработал полторы тысячи кристаллов, если не считать, на что я там все это тратил. Это, получается, я где-то заработал тысячу двести рублей. Ну, чисто, как бы, настоящих денег, если считать в донате. Ну, на самом деле, я считаю то, что это очень круто. И если вы тоже, как я, ну, тратите денежки только, например, на восстановление вещей со ставок, то у вас тоже всегда будут эти кристаллочки, всегда вы сможете восстановить свои вещи, если, конечно, не каждую ставку проигрываете. И все у вас будет просто замечательно, и всегда будут хватать, ну, кристаллички на всякие фигнюшечки, которые вы хотите, ну, купить. В общем-то, на этом мой ролик подходит к концу. И я, в общем-то, вам доходчиво, наверное, объяснил, откуда брать самое большое количество кристаллов, как их зарабатывать, куда их лучше всего не тратить, куда их лучше всего тратить. В общем-то, я думаю то, что этот ролик для вас был полезным. И если он вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Не забудьте также подписаться на мой канал. Всем огромное, друзья, спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз я повторился, не знаю зачем. В общем-то, еще раз всем спасибо, удачи и пока-пока.